Завтра, 16 февраля, школьники останутся дома. Для всех отменили занятия из-за аномальных морозов. Об этом рассказали чиновники. Здравствуйте. Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Особое усилие направлено на вакцинацию домов-интернатов и домов для престарелых. В нашем регионе 222 новых случаев заражения коронавирусом. Кого будут прививать в первую очередь, узнала Надежда Новикова. Станет ближе. Ну хотя бы место по школе зарезервировали. А здесь ведь еще поликлиники нет. В микрорайоне Ласточкино построят школу, которой так не хватало местным жителям. Оказалось, что чиновники и строители опять не предусмотрели объекты соцсферы. Когда я пошла до дома, начала подниматься по лестнице, дошла, у меня тут кровища. Боятся четвероногих в Саратове участились случаи нападения бездомных собак. С подробностями Роман Базар. Какая погода на дворе будет во вторник, 16 февраля, на Святого Власия? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Дождитесь. Роман Базар. 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 районе. Начнется уже в этом году. Анна Заболуева, Олег Буланов, Саратов, 24. Поймать и не отпускать. В Саратове все чаще стали жаловаться на бродячих животных. За неделю около полусотни вызовов. Больше всего неспокойно жителям заводского. Горожане жалуются, что не могут спокойно ходить по улицам. Нападают не только на детей, но и на взрослых. Доходят и до больничных коек. Кусают за руки и за ноги. Роман Базан разбирался в проблеме агрессивных четвероногих. Шрамы на ее ноге до сих пор не прошли. Екатерина Кутина недавно пострадала от уличной собаки. Животное прокусило штаны и вцепилось в мышцу. Когда я пошла до дома, начала подниматься по лестнице, дошла. У меня тут кровище текет. Ну, конечно, я плакала. Ветеринар по профессии собак теперь боится не на шутку. А возле ее дома свора из нескольких десятков четвероногих. Я решила проверить, пройти возле домов, где я могу гулять безопасно, чтобы на меня еще раз никто не кинулся. Вот у меня ровно территория в один дом. Это я прям, может, недели две-три назад гуляла. Вот. В одну сторону один дом пройдешь, там собаки. В другую сторону один дом, там опять собаки. Через железную дорогу пройти, там, площадка для выгола собак. То есть туда я тоже не могу пройти, там штук 30 собак обитает. Вот у нас, пожалуйста, собаки. Сбирочки сидят. Это после стерилизации. Вот этих еще пока не вакцинирование, они ждут своего срока. О том, что в Саратове плохо организован отлов животных, признают и сами чиновники. В городе работает только одна контора. Сотрудники Дорстроя ловят четвероногих, стерилизуют, а затем отпускают. В тот же район, но уже с бирками и чипами. Причем, по словам специалистов, на улицу собаки возвращаются не агрессивными. Стерилизованная она, у нее не будет течки. И она кобелям будет совершенно неинтересна. Все, она тихая, спокойная. Кобели за нее не дерутся, потому что, ну, она неинтересна, у нее нет течки, она не будет плодиться. И все, она живет своей, как бы, жизнью тихой, спокойной. То есть, если ее вернуть там, где вы ее поймали, отловили, то не будет там больше агрессии, так сказать? Нет. Ну, я же не могу отвечать за всех пробегающих мимо. За последний месяц в Саратове поймали всего три десятка собак. Могли бы и больше, но приюты всех не вмещают. К лету число питомников должно вырасти, а отловом смогут заниматься и другие организации. По разным оценкам, сегодня по улицам бегают больше пяти тысяч бродячих псов. Очень много. И так все эти очень опасно становятся. И заразу размусятся, и всякие. И вообще опасно. Злые они. Даже если стерилизованные. Особенно как в Парк Победы идешь. Ужас какой. Там очень много собак бездомных. Мы их даже прикармливали. Я думаю, их не отлавливают. И отлавливать их надо, потому что собаки с ворами бегают и кидаются на людей. В этот раз Екатерина решила побороть свои страхи. Пострадавшая от укуса собаки не стала искать другую дорогу. Прошла рядом со сворой. Обошлось без нападения, но животные девушку все же облаяли. Роман Базан, Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. И в продолжение темы. Чиновники все же нашли деньги на отлов и содержание бездомных собак. На эти цели власти выделят 7,5 миллионов рублей. Правда, хватит этих денег, чтобы поймать только 1300 четвероногих. И это на всю область. Остальные животные, видимо, так и продолжат держать в страхе жителей. Прошли по салонам красоты. Специалисты трудовой инспекции и полицейские искали тех, кто работает без трудового договора. Проверяющие зашли в парикмахерские Кировского района. В одном из салонов гостям были не рады. Работники отказывались общаться на камеру и отвечать на вопросы инспекторов. А их возникло немало. По словам специалистов, выявили признаки неформальной занятости. Несмотря на то, что работники утверждали, что пока проходят стажировку. У меня в помещении находится женщина, которая желает трудоустроиться, но пока присматривается и смотрит на это. Сотрудник полиции хочет ее забрать из моего помещения. Инспекторы напоминают, что если у работника нет трудового договора, то это нарушение законодательства. Сотрудник остается полностью незащищенным, без соцгарантий. Если работодатель не оформляет договор, граждане могут обратиться в трудовую инспекцию. Будет защищать права дольщиков. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Панков. Речь о людях, которые купили квартиры в жилищном комплексе «Победа». Два дома, первый и пятый, пытаются достроить не первый год. Дело в том, что за объект взялись сразу три застройщика, и ни один так и не довел дело до конца. А сейчас некоторые директора стройкомпании и вовсе находятся за границей. За проблему взялись на федеральном уровне. Решать ее поручил Вячеслав Володин. Обманутых дольщиков собрали на заседании в правительстве. На мой взгляд, у всех трех собственников, а точнее застройщиков, цель появилась одна. Выйти из этой ситуации, получив дополнительное финансирование или за счет государства, или дополнительные участки, они, видя, что есть такой юридический калаш, в эту ситуацию нас завели. Поэтому они и говорят, надо садиться и эту ситуацию разрабатывать. Вот когда уже зашли в тупик, мы все в разных ситуациях сидели. Но каждый раз из них кто-то выходит из игры, понимая, что здесь личную заинтересованность, они ставят выше, чем заинтересованность нашими дочками. Николай Панков напомнил, что они неоднократно встречались с застройщиками и дольщиками. И каждый раз кто-то не соглашался на предложенный вариант решения проблемы. При том, что есть инвестор, готовый вложить свои средства. Но его не допускают на объект. Всего для достройки дома нужно порядка 78 миллионов рублей. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского. А затем мы вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Сельское хозяйство не терпит простоев. Мы, агрария, работаем на обеспечении продовольственной безопасности страны. В том числе благодаря помощи кооператива Гарант Кредит мы ежегодно трудимся для вас, производя овощную продукцию. Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. Гарант Кредит. Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив Гарант Кредит. Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. Во вторник, 16 февраля, на Святого Власия. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове небольшая облачность без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер северо-западный умеренный. Днем до минус 12, а вот ночью до минус 30. Кстати, любишь пельмени? Отлично. Тогда включайся. Покупай пельмени «Минутки» с промо-этикеткой. Регистрируй коды на сайте «минутки-промо.ру» и получай гарантированные подарки. А также участвуй в розыгрыше суперпризов «Айфон 12» пельмени «Минутки». Готовь легко, общайся с удовольствием. В Саратове и Венгрии все солнечно и морозно. Температура днем до 17, а ночью до 25 градусов ниже нуля. Атмосферное давление около 762 мм в ртутную столба. По приметам, много снега в этот день, значит, лето будет дождливым и холодным. Ну и наоборот, всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Приглашают влюбиться в искусство. В одном из крупных торговых центров Саратова заработала необычная выставка. На ней собрана живопись, скульптура, фотография и арт-объекты лучших саратовских мастеров. Экспозицию открыли в рамках пятого фестиваля современного искусства. Организаторы решили объединить в одном зале самые знаковые работы. Жанна Марченко продолжит. Пятый фестиваль современного искусства открылся в минувшие выходные. Говорят, что здесь был настоящий аншлаг. Только за два дня в эти залы заглянули 3,5 тысячи человек. Сегодня народу, к счастью, меньше, поэтому у нас есть возможность побыть практически наедине с искусством. А поможет нам в этом Роман Белянин, художник и автор выставки. Роман, здравствуйте. Скажите, вот с какой работы нам все-таки лучше начать нашу экскурсию? Вот эта работа Мария, которая изображает женские руки, эта работа была создана в период пандемии. И моя мама любезно предоставила впервые в жизни попозировать, и она предоставила возможность написать ее кисти рук. В данном зале представлено более ста произведений разнообразных художников, которые представляют и реалистическую живопись, и фотографию, и скульптуру, и арт-объекты, и всевозможные декоративные композиции. И в частности мы видим работу одного из ярких представителей современного искусства в городе Саратова. Это Александр Драздин. Александр перешел вот на такие декоративные панно, которые он создает из глины Саратовской области. То есть автор ездит по Саратовской области, подбирает разнообразные оттенки глины, смешивает ее с соответствующими клеевыми составами, и этим уже пишет вот такие вот удивительные совершенно полотна. Вообще интересно, что современное искусство обращает внимание большое на психиатрию. Это тоже интересный тренд. Эта работа была выполнена в контексте большой серии, которая была объединена темой современных религиозных ощущений и неких таких размышлений о культуре человека как такового. А это часть экспозиции, посвященная реалистической живописи. И среди наших достаточно маститых художников мы обязательно стараемся напоминать имена ушедших авторов. Так получилось, что в прошлом году у нас ушло несколько серьезных художников, но при этом мы не отделяем этих авторов от живых. Мы считаем, что в искусстве все должны быть в одной команде, вне зависимости от того, в каком измерении они сейчас находятся. А если поднять голову наверх, можно увидеть настоящее чудо – инсталляцию из бумажных ангелов. Точно таких же может сделать любой гость выставки, а на крыле написать имя автора, чья работа удивила его больше всего. Жанна Марченко, Олег Буланов, Саратов, 24. Не против пены для бритья и геля для душа. Представители сильного пола поделились, что они хотели бы получить в подарок на 23 февраля. Опрос провели эксперты Авито в преддверии Дня защитника Отечества. Выяснилось, что гаджет стал самым желанным подарком на 23 февраля. Его хотели бы получить 28% мужчин. Также в списке желанных подарков – часы, хороший алкоголь, спортивные товары. Как ни странно, но в тренде по-прежнему пена для бритья и прочие средства для ухода. На них настроены 16% опрошенных. Среди менее распространенных желаний мужчины назвали деньги, поездки за город и книги. А 2% вообще не хотят никаких подарков в этот день. Однако, как показал опрос, у женщин совсем другие планы. Так, большинство планирует подарить мужчинам пену для бритья. На втором месте по популярности – одежда и обувь. А 22% респонденток собираются преподнести своим защитникам подарочные сертификаты. Кстати, в прошлом году в списке популярных подарков оказались пена для бритья, дезодоранты и носки. А совсем редко женщины дарили гаджеты или домашнюю выпечку и сладости. Победителя не выявили. Саратовский клуб «Сгау Саратов» провел первый матч 1-8 финала Кубка Европейской гандбольной федерации. В сопернике нашим досталась эстонская пылва. По словам специалистов, это серьезный соперник. Как сообщает информагентство «Саратов-24», поединок складывался тяжело для саратовских гандболистов. Пришлось догонять в счете. Уровень серьезный. Команда уже давно играет в Еврокубках. У них есть большой опыт. Учитывая, что мы играем первый год, для нас это тяжело. Для них это в порядке вещей. Проиграв первый отрезок матча, саратовцы попытались наверстать упущенное во втором тайме. Хозяева сравняли счет, однако оторваться не получилось. Концовка поединка была нервной. Любая ошибка могла стоить победы. В итоге соперники сыграли грамотно в обороне, при этом не преуспев в атаке. Финальная сирена зафиксировала ничью 28-28. Обладатель путевки в четверть финала определится в ответном матче в Эстонии. Аграрии не потеряли шанс продолжить борьбу за кубок. Счет сегодняшний был справедливый. Я думаю, тут такого досадности нет, потому что играем все-таки на окончательный результат. Это с двух встреч. Надеемся очень сильно, что все-таки мы дома сможем обыграть Саратов. Но это покажет время. И я думаю, это не легкая задача будет. То, что мы сегодня не проиграли, это уже хорошо, я считаю. Поэтому результат все равно будет 20-го решаться. Как я до этого говорил, выигрываем мы сегодня независимо, сколько мячей. Все равно 20 февраля все будет решаться. Кто к этому времени подойдет, кто сделает выводы определенные, кто разберет соперника. Ну а главным к этому часу все. Ищите нас также в соцсетях. Мы есть и в Инстаграм. А я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Продолжение следует...